Всем привет! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня у нас распаковка и обзор популярных кейллаков с Алиэкспресс. Сейчас мы их распакуем и протестируем их на типсах. Итак, начнем! Итак, первая посылочка. Лаки упакованы хорошо. Итак, это лаки Вена Лиса. Их я заказывала всего три. Далее вместе с ними мне пришли лаки марки КАНИ. Их я заказывала два. Далее лаки марки ХНМ. Этих лаков я заказывала три. Упакованы они индивидуально в каждый пакетик. Что очень удобно, если вдруг прольется лак. Вот так хорошо постарался. Это продавец, запаковывая лаки. Также в отдельных пакетиках. Это лаки Сэвелайн. Вот такие большие бутылочки. Их я заказывала два. Дальше. Здесь у нас лаки фирмы Дэнчел. Эти лаки являются гипоаллергенами. Лаки Яосу. Также упакованы в отдельные пакетики. Вот таким образом они выглядят. Следующее. Следующая посылочка. Это у нас Элит 99. Очень популярный лаки на Алиэкспресс. Далее у нас вот такие лаки. Рейнбоу. К ним вот такой небольшой подарочек. Леди стиков. Следующая посылочка. Продавец также очень старался хорошо упаковать. И это у нас топ и база. Базу Моноси я заказываю уже не первый раз. Мне она очень понравилась. Это Рубер база. Сейчас мы ее также откроем, протестируем. И топ. Топ я заказываю впервые. Той же фирмы. Здесь почему-то написано в Мишей. Но они из одной серии. Начнем мы, пожалуй, с Рейнбоу. Кейлак 10 миллилитров. Пластиковые бутылочки. Вот такие красивые цвета. Лак с блестками. Выполняемость у него. Я бы не сказала, что он очень полный. Но, видите, это примерно вот так. Больше половины однозначно. И, можно сказать, хорошее. По нему сразу видно, что он плотный. Сейчас попробуем его положить на типсу. Ну, в тонкий слой. В один тонкий слой ложится неплохо. Если использовать его самостоятельно, конечно, хочется слой поплотнее. То есть, естественно, буду наносить два слоя. Так, пока просушим его. Вот такой красивый цвет. Нежный персиковый. Даже в один слой он очень хорошо лег. Не полосит. В два слоя, я думаю, будет хорошо перекрывать ногтевую пластину. Да, отлично лег. Очень красивый цвет. Переливается. Как раз к Новому году будет самое то. Так, следующий цвет этой же морки. Я заказывала такой красивый серебряный. Его можно наносить как самостоятельный, так и на какую-либо базу. На черную, либо на белую. Будет очень здорово смотреться. Так же выравнивается. Предыдущий цвет хорошо просушился. Присутствует легкая липкость. Да, даже в один слой он очень хорошо смотрится. Очень красиво, очень переливается. К Новому году. Прямо будет очень актуально. Следующий у нас темный лак. Так же с блестками. Темно-зеленого, такого красивого цвета. Что-то мне кажется, он слишком густоват. Хотя, может быть, я придираюсь. Само выравнивается, но не совсем. Все равно слегка в один слой он волосит. Попробуем положить его в два слоя. Посмотрим, что будет. Предыдущий лак в два слоя. Прям супер, мне очень нравится. Здорово так переливается. Очень красиво. Обязательно накрашу себе локти. Так, наш зеленый лак готов. Немножко не испачкала. По сравнению с двумя предыдущими, он прям очень густой. Я думаю, может быть, именно в этом причина его неровной текстуры. Хочется его немного как будто бы разбавить. Ну, в два слоя он очень хорошо лег. Очень красивый цвет. Здорово переливается. Как раз в зимний сезон, к Новому году. Прям супер. Так, следующий у нас такой вкусный фиолетовый цвет. Очень красивый, очень насыщенный. Прям бомба. Хорошо ложится в один слой. Я думаю, его даже в два слоя и не нужно будет наносить. Очень красивый. Да, вот он, предыдущий зеленый. Прям поднимается настроение, становится новогодним. И фиолетовый. Очень красивый. Следующий, я думаю, мы протестируем Элит 99. А в нем также 10 миллилитров. Бутылочки стеклянные. Здесь у нас такой нежно-розовый цвет с шиммера. Такой очень прозрачный. Как раз все, как я люблю. Я очень люблю такие нюдовые оттенки. Особенно на лето, весну. Лак самовыравнивается. Наносится хорошо. Не полосит. Да, конечно, он не совсем плотный. Вот. Его прямо видно, что он такой прозрачный. Нежный. Но, по крайней мере, он не полосит, как многие светлые оттенки. Пронесем его второй слой. Да, на второй слой я немного вижу полосы, но не критично. Вот такой вот с микроблёстками. Очень красивый цвет. Очень нежненький. Следующий длин лак у нас этой же фирмы. Такого красивого, мятного цвета. Как раз подойдет мне под мой рюкзачок. Точно такого же цвета. После просыхания особо ничего не изменилось, но очень красивый лак. Очень нежненький. Так, здесь у нас достаточно плотный он. То есть, даже и в один слой он очень хорошо лег. Но, как по мне, я люблю светлые оттенки. Да и многие, наверное. покрывать в два слоя. В два слоя лег он очень хорошо. Очень плотный цвет. Красивый. Буду обязательно пользоваться. Так, поехали дальше. Дальше у нас классический белый цвет. В прошлом обзоре я рассказывала про набор, про лампу. И в том наборе у меня также есть белый цвет, но мне он недостаточно плотный. Он очень прозрачно ложится, очень полосит. Посмотрим, как ложится Элит 99. Он густой, наносится плотно, в тонкий слой. Но полосит, как многие белые, как многие светлые оттенки. Он полосит, конечно. Будем наносить обязательно в два слоя и смотреть далее. Наносим второй слой. Мне очень нравится его плотность. Хорошая консистенция. И не жидкий, и не сильно густой. Прямо то, что нужно. Единственное, что мне кажется, я нанесла слишком толстый второй слой. его слишком много на Тепсе. Да. Но все равно он немного полосит, и наносить его нужно очень аккуратно. Лучше тоненьким слоем два-три раза, иначе будет слишком много полос. В общем, этими лаками я довольна. Мне понравилась консистенция. А, кстати, да, наполняемость у них очень хорошая. Далее протестируем мы с вами пенолиза лаки. здесь у нас будет классический черный цвет. Он также очень густой. Не так, чтобы очень, но в меру. В меру и не сильно жидкий, и не сильно густой. Наполняемость у него хорошая. Да, конечно, на черном особо не посмотришь, но хотя видно. Видно даже по кисточке как с ней. много стекает. В первый слой ложится он прозрачно. и не хватает. Я еще очень люблю наносить тонким слоем. Мне кажется, это более аккуратно выглядит на ногтях, нежели когда наносишь толстым слоем, потом это все начинает обтекать, затекать. рассушим. Откроем пока следующий лак подготовим. Подсох у нас первый слой. Немного есть просветы. Конечно же, по второй слой очень хочется покрыть. покрываем вторым слоем. Также покрыли черный на второй слой. На второй слой он очень хорошо лег и стал очень плотным, не полосит, нет никаких просветов. я очень недовольна. Далее у нас вот такой красивый нежный розовый оттенок. по сравнению с прошлым розовым этот более плотный. Также сам выравнивается. Но одного слоя его недостаточно. Как многие светлые оттенки он полосит. нанесем второй слой. наносить его нужно будет в 2-3 слоя. В зависимости от того, какие слои вы накладываете. Если вы накладываете плотным слоем много лака, то достаточно будет двух. Если вы накладываете тонкими слоями, то 2-3. Тоже очень красивый нежный весенний летний цвет. Следующий гель-лак этой же фирмы Венна Лиса. Здесь, кстати, в отличие от предыдущих 7,5 миллилитра бутылек стеклянный. Что меня очень радует, то что все лаки очень плотно закрыты и ни один не протек. Наполняемостью лаков венализа даже побольше, чем предыдущие, прям по горлышку, что очень радует. на картинке этот лак был немного поярче, но меня очень устраивает этот цвет. Красивый, нежненький, нежненький. вполне плотно лег в один слой так же само выравнивается. лак лак нужно все-таки побольше. Сейчас я просушиваю их всего 10 секунд на нотя на ногтях естественно на ногтях естественно нужно будет просушивать получше хорошо плотно лег в два слоя я думаю больше наносить не стоит следующий мы возьмем кони кони сравнивают с веной лисой то есть один другому ничем не уступает сейчас мы это и посмотрим здесь в отличие от вены лисы 7 и 3 миллилитра судя по бутыльку очень красивый оттенок посмотрим его в деле очень красивый цвет такой прям летний летний клубника со сливками хороший плотный лак ложится в один слой нет никаких просветов сама выравнивается не как обычно немного испачкала типсу да вполне достаточно одного слоя что скажу по наполняемости наполняемость также хорошая лака в бутыльке очень много это не может не радовать во второй слой даже не хочется его наносить потому что он очень плотно лег нет никаких полос никаких просветов все отлично следующий у нас вот такой желтенький оттенок плотненько закрыли да но внутри он не такого цвета если здесь он такой солнечный желтенький то есть внутри он больше похож на желточек но тоже очень красивый женщина желтый не такой плотные как предыдущий он немножко полосит в один слой но наносила я его не слишком толстым слоем посмотрим чтоitate два слоя нанесем его во второй слой очень красивый летний такой цвет но слегка все-таки он полосит хотя хотя сама выравнивается и уже становится гораздо лучше в два-три слоя я думаю его наносить самое то следующий к следующему приступим наверно севин лент здесь такие окошечки в них и можно увидеть какие красивые гей-лаки с шиммером начнем с розового бутыльки достаточно большие больше остальных по крайней мере в них 15 миллилитров наполняемость очень хорошая бутыльки прям полные вот такой нежный нежный розовый оттенок немного поярче предыдущего розового немного по плотнее он ложится естественно он так как он прозрачный есть просветы такой он красивый с микро шиммером будет очень красиво хорошо играть на солнышке сколько не открыла я лаков сейчас ни от одного лака я еще не почувствовала никакого запаха да думаю конечно если засунуть свой носик туда прям в банку можно почувствовать но никаких резких и неприятных запахов нет да этот нужно будет также наносить два-три слоя чтобы получился более плотный цвет без просветов но очень нежный очень красивый для тех кто любит все натуральное не ярко следующий лак у нас такого серого, слегка серого цвета, очень красивый, также нежный, даже я бы не сказала, что прям серым, что-то между серым и бежевым, с такой легкой какой-то розовинкой, возможно на камеру этого не видно, но какая-то легкая розовинка в нем присутствует, также красивый нежный цвет, очень натуральный, наполнеемость также хорошая, бутыльки в стеклянные, в один слой лег хорошо, но все-таки вдвое будет поплотнее и понасыщеннее цвет, вот такой натуральный натуральный цвет, почти по цвету, очень натуральный, далее у нас в обзоре гейнлаки фирмы Denchel, что у них говорят, что эти гейнлаки гипоаллергенные, вот в таких они, в стеклянных красивых бутыльках, с микроблестками, очень симпатично выглядят, в бутыльке 9 миллилитров, наполнеемость хорошая, такой у нас нежно-голубой красивый цвет, в один слой ложится достаточно плотно, постепенно сам выравнивается, но все равно немного полосит, слегка, я думаю в два слоя он ляжет отлично, итак нанесем второй слой, очень красивый нежный цвет, также в два-три слоя будет очень хорошо, следующий гейлак, такого красивого цвета, это кошачий глаз, к сожалению у меня нет магнита, то есть продемонстрировать с магнитом я сейчас не смогу, но и без магнита он даже очень хорошо смотрится, очень красивый, действительно как кошачий глаз, зеленый переливается, по плотности думаю также в два-три слоя, то есть одного слоя недостаточно, сейчас попробуем нанести второй слой, посмотрим как будет в два, в два слоя стало гораздо плотнее, я думаю третьего и не нужно, достаточно двух, красивый такой цвет, следующие лаки у нас фирмы Янсун, также в стеклянных бутылочках, здесь всего 8 миллилитров, наполняемость лака хорошая, такой красивый стальной цвет, в один слой ложится вполне плотно, в один слой ложится вполне плотно, он также с микроблесками, в чем особенность этого лака, этих лаков, они термо, термо лаки, при низкой температуре они одного цвета, при высокой температуре они другого цвета, вот что произошло с ним в лампе, лак стал светлым, нанесем второй слой, так как типса у нас, так как типса у нас еще теплая после лампы, цвет тут же меняется, я заранее подготовила водичку, пока лак, пока типса теплая, лак одного цвета, допустим ее ненадолго в воду, посмотрим, вот такой чудо лак, очень симпатично, но такими лаками хорошо красить именно длинные ногти, на коротких ногтях не будет такого эффекта, следующий у нас лак этой же фирмы, такого красивого оттенка, ложится хорошо, плотно, не полосит, нет никаких просветов, в принципе достаточно его в один слой, ну а далее по желанию, можно нанести едва, так просушим его, так вот что произошло с нашим цветом, сделаем тест, так же, с холодной водой, когда лак теплый, он более серого телесного цвета, при контакте с холодом, он становится розовым, очень интересно, очень симпатично, но опять же, на длинных ногтях, так далее, лаки фирмы H&M, также 8 мл, выглядят они, конечно, немного поменьше, чем предыдущие, хотя, ну да, бутыльки выглядят немного поменьше, очень симпатичные бутылочки, также стеклянные, наполняемость хорошая, но что-то совсем неожиданно для меня, что он такой прям прозрачный, такой неоновый прозрачный цвет, он будет со светящимся эффектом, этот лак будет светиться в темноте, его можно наносить на какой-либо другой, сверху, вполне можно нанести на белый цвет, либо на желтый, другого немного оттенка, сам по себе он очень прозрачный, очень красивый цвет в лампе, он прям горит, хорошо лег в один слой, не полосит, немного просвет, конечно, есть, но учитывая то, что он сам по себе светлый, при нанесении в два слоя, он, конечно, поплотнее, все, что вполне можно использовать, как самостоятельный лак, без каких-либо подложек, для девушек, любящих дискотеки, будет самое то, вас обязательно заметят, вот так он лег в два слоя, вполне плотно, очень нежный, красивый цвет, плюс светится в темноте. так, далее у нас вот такой синий, очень красивый цвет, неплотный, прозрачный, но хорошо наносится, лак с блестками, цвет очень красивый, но одного слоя будет недостаточно, лак также не имеет запаха, да, конечно, если поднести прямо к носу кисточку, то легкий-легкий запах присутствует, а так никаких резких противных запахов нет. Кисточки во всех лаках меня очень устраивают, единственное, что вот этот первый лак, в котором в кисточке торчит одна волосинка очень-очень мешает, нужно будет ее просто немного подстричь, и все. Итак, в два слоя лак лег, очень хорошо, у нас теперь такой глубокий синий цвет, очень красивый, цвет и последний цвет из нашей коллекции сегодняшней, вот такой более бирюзовый, более светлый, нежели предыдущий, в один слой ложится очень хорошо, также с блестками, плотность лака хорошая, в меру густой, ложится легко, без каких-либо комочков, без полос, нанесем второй слой, очень красивый пересовывается, прям переливается, ну все, к новому куту точно готово, можно менять цвета каждый день. Ну и так, остались у нас топ и база, что могу о них сказать, топ заказываю этой фирмы впервые, давайте посмотрим, давайте посмотрим, какой он, тянется немного, и не густой, и не жидкий, прошлый топ у меня совсем жидкий, он прям такой, как водичка, но без липкого слоя, отличный, что обещают в этом топе, что он также без липкого слоя, бутыльки стеклянные, в бутыльках 12 миллилитров, наполняемость хорошая, сейчас я продемонстрирую вам базу, базу заказываю не первый раз, база каучуковая, очень хорошо держится на ногтях, также не присутствует никакого запаха, очень хорошо выравнивает пластину, уж на типсе я не буду, слишком большой слой наносить, но видно, что вот он тянется, плотный, густой, что самое важное, с этой базы очень хорошо держится гель-лак на ногтях, очень долго, вот доказательства, маникюр, конечно, я еще особо не делала, но хожу с этим покрытием я уже больше двух недель, ничего у меня не скалывается, и очень много я нахожусь в воде, в общем носится отлично, я очень рада, буду заказывать еще и еще, протестируем с вами топ, меня очень устраивает, что топы без липкого покрытия, без липкого слоя, надеюсь, этот топ также будет без липкого слоя, да, липкого слоя не присутствует, даже при том, что я просушила его очень мало, очень хорошо просох, в общем, отлично, наполняемость также хорошая, чем хочу еще с вами поделиться, до этого я как-то заказывала себе праймер, и дегидратор, дегидратор у меня фирмы Lily Angel, в таком большом бутыльке, бутыльке 15 миллилитров, хватает его надолго, наносить нужно совсем мало, наносится он только на саму пластину, не затрагивая внешних углов кожи, чтобы не пересушить, то есть именно то место, куда будем наносить лак, обычно вот в этих местах от слоек не бывает, больше отслойки идут с краю, и праймер, праймер у нас фирмы Vena Lisa, я очень им довольна, у меня не бывает никаких отслой, держится все отлично, праймер у меня бескислотный, наполняемость его была очень хорошая, здесь 7,5 миллилитров, в стеклянной бутылочке, им я очень довольна, и заказывала я еще фирмы Rosalina, гель матовый, топ матовый, давайте протестируем его на каком-нибудь цвете, примерно на этом, бутылочка стеклянная, здесь всего 7 миллилитров, то есть маленький, но в принципе для матового топа, я думаю, большого бутылька и не нужно, потому что не каждый раз и пользуешься, и так как иногда хочется нанести что-то, его будет вполне достаточно, топ у нас подсох, и сразу видно матовую текстуру, вот такая стала у нас матовая поверхность, работает он отлично, но в нем присутствует легкая липкость, при снятии липкого слоя он также будет матовым. Ну, в общем, вот и все на сегодня, была рада с вами поделиться информацией, надеюсь, она будет вам очень полезна, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok